Здравствуйте, ребята! Начинаем сегодняшний вебинар, как всегда, по пятницам с Андреем Дуйко. Сегодняшний вебинар посвящен ответу на ваши вопросы, сегодняшний вебинар посвящен духовному развитию, знаниям. И он зависит от того, какие вопросы вы будете мне сегодня задавать. Прямо сейчас онлайн вы видите вопросы, которые мне задаете. Не стесняйтесь, обязательно задавайте. Я постараюсь онлайн отвечать на все вопросы. Светлана Рыхтык. Добрый день, Андрей Андреевич. Спасибо за кулон Ямантаки. Лакшми и барабанчик, они очень красивые. Скажите, пожалуйста, в Ямантаки нужно начитывать мантру или все можно носить на шее? Все можно носить на шее, все совершенно не требует дополнительного настраивания и так далее. Поэтому просто носите. Почему носят на шее? Что это такое? В случае, если есть какой-либо талисман, то его прикладывают к груди. И тогда такой талисман работает с человеком. Я начал фотографировать. Вы, наверное, видели определенное изображение. То есть брал обычный талисман какой-нибудь или ритуальный предмет. Прикладывал его к груди через камеру, которая снимает ауру. Показывал, как изменяется аура. Это все было отснято на протяжении одной-двух минут. То есть разные предметы я прикладывал. Оказалось, что самое лучшее место для влияния такого талисмана или оберега является как раз место, когда человек прикладывает данный талисман к своей груди. Так талисман, независимо ни от чего, работает более эффективно. Что это за талисман, кстати, раз я уже показал? В Тибете горы. И в этих горах часто работают пастухи. Они выгуливают крупный рогатый скот или мелкий скот, и это является их работой. И в большом количестве в горах попадаются черные камни, которые на самом деле являются осколками астероидного железа. То есть это метеориты. Такие метеориты всегда собирают и выливают из них определенные символы, которые в дальнейшем являются символами защитными. Таких символов используют в Тибете пять. Первое это бусина дзы, которая называется застолбить. В случае, если у вас высокая должность или у вас высокое положение в обществе, если вы хотите всегда, чтобы у вас сохранялась семья, если вы хотите, чтобы помещение принадлежало вам и так далее, то необходимо такой символ повесить либо в помещении, либо носить его на груди, либо где-то повесить таким образом, чтобы он висел. Такой символ называется обелиск и бусина дзи с двенадцатью глазами. Она сделана из такого астероидного железа. Бывает еще символ манипхадра, это коровка для того, чтобы родить ребенка, и в семье были семейные, семейное счастье. Есть еще символ женщины, которая оберегает детей, младших особенно. Есть также символ круг, который называется кругом Ямантаки, оберегающий очаг и тепло в семье, чтобы не сглазили. А есть еще вот такой зуб, его тоже делают из астероидного железа. На нем изображен зуб и является элементом защиты от врагов, элементом защиты от воровства в помещении и так далее. Вот такие бывают разные символы. Кстати, и бусин у дзи, и символ вот такой можно купить в моем телеграм-канале. Ссылку на свой телеграм-канал я оставлю после окончания данного видео. Вот такие красивые. Они сделаны из астероидного железа. В одной провинции Тибета это все выпускают. Ну и слава богу, это можно привозить на территорию моей страны. Итак. Лора Кравчук. Добрый день. Прохожу третью ступень двух рейзных рук. Хочу пройти с вами третью ступень 24-го урока. Меня интересует. Как быстро после проходения третьей ступени можно пройти на четвертую? Можете проходить всю школу, просматривая семинары один за другим. Это не имеет никакого значения, хотите вы или нет. Вся система так устроена, что она все равно окажет на вас воздействие и принесет свой отпечаток. Поэтому проходите смело, друг за другом. Вы все равно вернетесь к этим ступеням. Как говорят ученики школы, есть три вещи, которые можно бесконечно делать. Это смотреть на огонь, на то, как работает какое-то количество людей. И просматривать ступени эзотерической школы Кайлас. Почему наша эзотерика или эзотерика моей школы удивительная? Дело в том, что моя эзотерика, она обучает счастью и радости. А саму эзотерическую школу я всегда называл школой, которая может научить человека быть счастливым и радостным. То есть школа счастья и радости. А чему мы обучаем? Можно ли назвать это эзотерикой? Ну, мы обучаем счастью и радости. Это такая вот особенность. Человек, который придумал эту всю систему, то бишь я, пытается настроить человека таким образом, чтобы он жил счастливо и радостно. И здесь такой вопрос. Неужели сам по себе человек не может научиться? Да. Но дело в том, что почему эзотерическое? Мы расширяем состояние счастья и радости, используя определенные эзотерические механизмы. Таким образом она и стала эзотерическая школа счастья и радости, Кайлас. Ванюша. Ох ты ж Боже. Доброго дня. Порадьте мені, будь ласка, як мені бути. Всі чоловики мене кидают безвагомо и на то причины. Прислухаюся до всіх ваших порад, читаю коды семинара, нічого не выходит, че вийду я заміж. Смотрите, есть два таких компонента, которые очень влияют эзотерически на тот мир, в котором вы находитесь, делая вас привлекательной. Условно в эзотерике считается, что мужчина – это птичка, ну грубо, птичка, которую условно изображают в виде птички с длинным носиком. Женщину при этом изображают в виде эзотерической женщины, это цветок. Мужчина опыляет цветок и мужчина является своего рода птица, которая называется калибри, а женщина – своего рода цветок, который больше похож на лилию. Таким образом, если птица хочет к цветку, то появляется отношение, взаимосвязь, природные такой компоненты и так далее. И что или чем это регулируется? Смотрите, что необходимо делать. Первое. Очень часто у женщины не хватает энергии. Где эта энергия у женщины находится? Хотите быть той женщиной, которую обожают окружающие люди и хотят мужчины с вами жить, вы должны знать, что в женщине должна быть жизненно накоплена энергия, но в необычном месте. Где? В животе. Это женская энергия, которая находится в животе. Где она находится? Она находится на четыре пальца ниже пупка, на два пальца сзади пупка. Эта энергия называется энергией женской силы или энергия хары. Поднять или увеличить такую энергию можно. Каким образом? На вдохе женщина должна произносить слог Ева. Ева. И задерживать дыхание, и выдыхать. После этого делать второе упражнение веретено. Представлять, будто в животе у нее веретено. И как бы втягивая воздух, втягивать в живот, выпячивая живот нитки, которые в большом количестве вокруг вас находятся. И третье. Попытайтесь на протяжении дня посмотреть на себя в зеркало и попытайтесь сохранить вид своего лица. Чем сильнее вы будете видеть перед собой свое лицо, тем больше людей, которые будут вас обожать, мужского пола. А еще, как женщина теряет свою энергетическую силу притягательности? Почему мужчины не хотят жить? Дело в том, что жизненная сила теряется, если женщина предумышленно и осознанно голодает, не доедает, не испытывает жизненной силы и радости и так далее. Обиду очень часто могут блокировать. Знаете, есть ментальная еще идея такая, когда женщина считает, что все мужики плохие, или все мужчины плохие, там, хотят только одного. Или мужчины, там, не такие какие-то. Или обида на отца, обида на какого-то мужчину. Нужно себе сказать, я всех прощаю, да мне вообще все равно. Мой будет самый лучший. И это все очень изменяет жизнь женщине, если она не тянет вот такие плохие ситуации в жизни. Но почему еще есть такой момент? Вы знаете, в эзотерике определенной, эзотерике, тайной эзотерике, женщину еще и считают, в случае, если женщина с мужчиной начинает жить, то женщину считают неким колодцем или водой. Помните, есть пословица, которая называется, не плюй в колодец, сам воды напьешься. Вода это своего рода жизненная сила, энергетика. Почему мужчины хотят спать с женщинами? Потому что женщина дает мужчине энергетику и жизненную силу. Она умеет это делать, и это очень часто происходит как раз в момент вот такого интима или интимных отношений. Но в случае, если женщина худеет, в случае, если женщина не хочет спать или там заниматься интимом, в случае, если этого нет, мужчина теряет энергетику, и ему, вернее, этой энергетики не хватает. И таким образом у мужчины появляется упадок сил. Очень часто женщины с очень огромной такой сильной энергетикой второй чакры, женской энергии, энергии Хары, они делают своих мужчин богатыми, яркими. К чему эта пословица «Не плюй в колодец, воды напьешься?» Дело в том, что плюй в колодец – это говори плохо на женщину. Если вы свою женщину постоянно строите, ругаете, вредничаете, говорите, она там толстая, страшная, вредная, не делайте подарки, эксплуатируйте, бьете, ненавидите и так далее, то это приведет вас рано или поздно к тому, что вы будете пить постоянно грязную воду. А от грязной воды можно заболеть, как? Ментально. То есть заболеть ментально – это как раз приведет к тому, что мужчина уходит от своей женщины, не хочет с ней жить и так далее. Конечно же, нет среди женщин, среди мужчин, которые друг с другом живут, идеальных или неидеальных, или правильных, или неправильных. Каждый человек, кстати, живущий друг с другом, считает себя идеалом. Это, кстати, является одной из основных ошибок совместной жизни. То, что люди идеализируют себя и считают себя идеалами в жизни. Когда вас бросают, то вы считаете себя настолько идеальным, насколько и пытаетесь окружающему миру не пожаловаться, а доказать, что вы были идеальными, а тот человек плохой. Потому что объяснить, почему идеального человека можно бросить, с вашей позиции невозможно. Я хочу сказать, что это неправильная информация. Первое. Каждый человек не идеален. И каждый человек выбирает для себя жизнь самостоятельно. И каждый человек имеет право на ошибку. И каждый человек виноват в том, что с ним происходит. И каждый человек, и каждый человек, и каждый человек. Поэтому не уходят от женщины к другой женщине. Мужчина уходит от женщины, находя причины, почему он именно с ней не хочет жить. А вот женщина к другому мужчине может уйти. Разные мы, понимаете? Пройдите мой, вообще очень хочу вам порекомендовать, не знаю как вас зовут. Есть семинар, который называется «Быстрое замужество. Вторая часть. Обновленный». Посмотрите его. Там я рассказываю или даю методы такие, которые помогут вам окончательно уже найти своего мужчину и прожить с ним всю свою сознательную жизнь. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Эли. Скажите, пожалуйста, как эзотерически использовать свой паспорт, в какой оболочке держать? Можно ли заговорить на удачу или держать в алтаре? Никак с паспортом, ничего с паспортом сделать вы не можете. Паспорт не играет на эзотерическом плане совершенно никакой роли. Хоть он у вас есть и хоть его у вас не будет. Смотрите, а в случае, если вы паспорт потеряете, то может ли это сказаться на вашу судьбу категорически? То есть, если бы так эзотерически паспорт влиял на человека, то потеря паспорта могла бы привести к какому-нибудь коллапсу или к какому-нибудь тяжелейшему проявлению заболевания, неприятности, потере идентификации и так далее. Но есть немножечко другой паспорт. Этот другой паспорт называется «Ваше имя и фамилия». Ваше имя и фамилия фактически являются паспортом и могут использоваться в целях влияния. То есть, если я знаю ваши фамилии, имя, отчество, год рождения и даже место вашего рождения, то это фактически является идентификацией для построения программы. Почему люди, которые приходят во власть, очень часто скрывают год рождения, часто скрывают, где они родились, часто скрывают фамилии своих родственников, часто скрывают, даже изменяют свои имена или фамилии. Помните, Ульянов стал Лениным, Швили стал Сталиным и так далее. Для чего им это необходимо было? Это было необходимо, потому что делали зло и необходимо было каким-то образом защищаться от большого количества людей. Мы, как эзотерики, в дальнейшем, зная о том, что на человека можно влиять, зная о нем подробную информацию, которая не изменяется, мы знаем, что мы можем жить через позицию призмы духовного имени. Поэтому мы в нашей школе создаем для себя духовное имя, обращаясь ко мне, я его даю своим ученикам. И в дальнейшем, если жить через призму своего духовного имени, то повлиять на человека, допустим, Андрей Андреевич Дуйко, год рождения такой-то, родился там-то, 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 то-то, родители звали так-то, так-то, повлиять возможно. А если я живу не как Андрей Андреевич Дуйко, если мое духовное имя другое, то тогда я просыпаюсь и произношу. Сегодняшний день я проживу, как и дальше произношу свое духовное имя. И после этого люди говорят, вот мы сейчас просмотрим Андрея Андреевича Дуйко. Посмотрим Андрея Андреевича Дуйко. Никаким образом не просмотрите. Почему? Ну его там нет. Потому что Андрея Андреевича Дуйко давно уже нет. Он там будет как мертвое существо, непонятное существо. А просмотреть меня через призму моего духовного имени невозможно, потому что для этого нужно знать его полный размер, знать, кто его дал и так далее. То есть не так все легко. На эзотерика влиять уже достаточно сложно. Что это ты, тетя? Там все слышно меня, Женя? Да, все в порядке? Все хорошо. Так что с паспортом не морочи голову себе. Иришка Шабальна. Здрасте. Здрасте. Сегодня у нас с мужем Эдуардом 28-я годовщина. Скажите, мы будем счастливы? Правда? Конечно. Зачем задавать вопрос? Бог любит тишину. Поэтому если счастливы, будьте счастливы тихонько. Если 28 лет были счастливы, значит он нашел возможность, или вы нашли возможность быть счастливы. И будьте. Все будет хорошо. 28 лет совместной жизни – это прекрасное время и прекрасный срок вообще. Я обожаю людей, которые живут друг для друга и друг рядом с другом. Это потрясающе. Это великолепный опыт. Этот великолепный опыт преданности. Какое эзотерическое значение христианства? Мы знаем, что в христианстве есть семь заповедей. То есть христианство, я подразумеваю, новый завет Иисуса Христа и его апостолов, которые написали фактически Евангелие. И мы знаем о том, что Иисус Христос дал семь заповедей. Ну, вы их знаете. Не уби, не укради и так далее. Ну, я думаю, многие во власти не соблюдая эти заповеди, согласно христианству, не имеют никакого шанса когда-то попасть в рай. Ладно, не об этом. Но есть еще одна заповедь, и эта заповедь звучит так. Когда Иисус Христос общался с Петром, то сказал, что многие из апостолов его предадут. Он же был прав, помните, и апостол Петр. Ну, и о чем здесь говорится? Самым большим предателем в этом всем оказался Иуда. Вы же помните эту историю. И это было предательство. Кого? Иуда ел за его счет, он был рядом с ним и видел бесконечную проявленную любовь. И бесконечная проявленная любовь является преданностью. Вот смотрите, хотите быть ближе к Богу, будьте преданным человеком. Хотите быть к чему преданным? Не знаю, выберите. Легче всего быть преданным своим детям, преданным своей семье. И когда происходит вот такое предательство, то это считается очень большим, прямо очень большим таким грехом. Потому что это восьмой тайный грех. И восьмой тайный грех – это предавать тех, кто тебя любит. Поэтому старайтесь по возможности в своей жизни не предавать тех, кто вас любит. Потому что это то, что сделал в свое время Иуда. Ни за что. За что он предал? За деньги. Так вот, предательство за деньги, оно вообще самое плохое. То есть, знаете, если бы кто-то украл или убил, это вообще печально. А вот предать за деньги тех, кто любишь, это совершенно ужасно. Это прямо совершенное уже дно. Дальше и ниже упасть невозможно. И вот это предательство, оно же привело к чему? И сам погиб, и денег не заработал, и того, кого предал. Опять-таки, история недоговаривает части. Возможно, там есть еще тайная история, компромат или шантаж. То, чего мы не знаем. Но все равно сама история уже написана, и мы из этого можем делать какие-то выводы. Поэтому не предавайте своих детей, даже если они рождены больными. Не предавайте своих родителей, если даже приходится досматривать за ними. И в случае, если они в плохом состоянии, или болеют, или им необходима помощь. Не предавайте тех, кто вас любит. Влад, здравствуйте, Андрей. Андрей, скажите, что отпугивает удачу? Большое спасибо. Злость проявленная отпугивает удачу. Злые люди удачи не получают. Но есть нюанс. Почему? Существует два типа людей. Существует еще понятие в этом мире, которое называется эгрегоры. Смотрите, как устроен эгрегор денег. Эгрегор денег устроен так, что человек, который живет, следует желанию своего тела. И при этом рано или поздно попадает в эгрегор, это некая энергетическая оболочка, которая делает человека на минуту счастливым и в дальнейшем питается тем, что он несчастен. То есть такая оболочка, попадая в которую человек хочет то, что дает эта система, но она настроена на то, чтобы человек страдал. То есть она радость забирает. То есть попав в эгрегор денег, вы будете зарабатывать и страдать от того, что у вас их нет. Но эгрегор это зло. И вершина эгрегора это абсолютно плохие люди, которые находятся в самой вершине системы, которая управляет деньгами. Как люди поднимаются в эгрегоре, они могут подниматься следующим образом. Смотрите, презирая тех, кто ниже, поднимаются на ступеньку выше. Таким образом человек, который презирает тех, кто зарабатывает меньше или презирает тех, кто ненавидит, презирает тех, кто находится на более нижней социальной лестнице, получает возможность стать грубо на плечи этих людей, поднимаясь на верхушку эгрегора. Мы как эзотерики отключаемся от эгрегора денег, знаем каким образом это делать. Я часто даю такие техники на своих ступенях, можете их проходить, с удовольствием использовать. На второй обновленный я дал даже специальные мантры отключения от эгрегора. Что это нам дает? Это нам дает оставаться добрыми и при этом подниматься на вершины вот такой эгрегориальной лестницы, не используя системы страдания. Вообще, по поводу удачи очень хорошо в свое время сказал Лао Цзи. У него есть книга, которая называется Дао Дэ Цзин. И в этой книге о вселенском Дао, о котором он пишет, кстати, рекомендую кому-нибудь ее прочитать, потому что это великолепная эзотерическая книга, раскрывающая такую тайную концепцию. Стоит напомнить, что Лао Цзи книгу Дао Дэ Цзин написал в возрасте, когда ему было почти 90 лет, а именно в 89 или 88 лет, где писал он эту книгу на протяжении всей своей жизни. Это является квинтэссенцией его мудрости, так как долгое время он занимался поиском магических и работал над тем, чтобы найти Дао вечной жизни. Он его тоже разработал, написал его в восьми свитках парчи и в книге гексограммы, ну не в книге, а в рукописях гексограммы или в великом свитке гексограммы. Ну к чему я хочу это сказать? У него есть слова, которые он написал об удаче. Эти слова буквально звучат так. Он там пишет, человек может жить и жить по двум принципам. Один принцип, жить для тела и скорее всего эта жизнь ему не принесет счастья. Потому что если человек живет для тела, то тело болеет и умирает. И живя для тела с желанием накормить его, давая этому телу с желанием его там, либо как это жить для тела, это переживать. Толстый, худой, красивый, некрасивый, молодой, старый, одетый, неодетый, дорогой, недорогой. То есть если человек живет для тела, он страдает однозначно. Я даже хочу вам сказать, что 98,5% людей, живущие в этом социуме, в этой эволюции, которая сейчас в этом мире, они живут для тела своего. Это великолепно, ничего в этом плохого нет. Но он говорит, что часть люди, живущие для тела, не обретают. И он там говорит, что в случае, если вы хотите удачу развить в себе, то найдите возможность переместить ощущения и жить для своей души. Жить для своей души, это значит обращать внимание на маленькие ростки счастья, которые вокруг могут возникать. Это может быть коммуникация с детьми, это может быть жизнь в радости, в творчестве. Это могут быть какие-то минимальные, простые возможности заметить, что жизнь есть наслаждение. Как писал в своей книге «Свами Брабхупада», наверное, кто-то может быть читал Пагавадгиту в изложении «Свами Брабхупада». Он там писал, что можно добиться жизни в абсолютном наслаждении. И он говорил, что вы можете наслаждаться жизнью. И кто-то из учеников говорит ему, скажите с вами, скажите, а как же наслаждаться жизнью? Он там отвечает. Для того, чтобы наслаждаться жизнью, необходимо просто ориентироваться на то, чтобы ей наслаждаться. Другого опыта нет. Так я с ним совершенно согласен. Если вы утром просыпаетесь и говорите, сегодня я ориентируюсь на то, чтобы прожить так, чтобы стараться, наслаждаться или искать возможность наслаждаться своей жизнью и наслаждаться минимумом, то это фактически приводит к тому, что вы начинаете жить по принципу счастья и радости, о которой я, в принципе, обучаю, которой я обучаю людей. Ну и это и есть путь к тому, чтобы быть счастливым. И это и есть путь к успеху и путь к везению. Люди, которые ориентируются на внутреннее наслаждение, на внутреннюю доброту, на то, чтобы их душа радовалась, живут счастливее. Как это проявляется? Смотрите, есть такие люди, я их очень прекрасно понимаю. Они выживают. И можно, конечно, такие люди, услышав меня, напишут 100%, поставят тире и напишут бред. 100% это произойдет в большинстве случаев, потому что они живут, и это приблизительно звучит так. Да, вот он, там у него уже есть возможности, деньги наворовал, вот у вас украл, там где-то наворовал и так далее. Умом никто жить не хочет или там я все знаю, а вот такие, как он и так далее. Ну, хочу разочаровать таких людей, хотя не имею задачи оправдаться. Хочу разочаровать таких людей. Вы, наверное, знаете мою историю из Крымской области, из села, и когда учился сначала, йогой занимался с 9-летнего возраста. Вот фотография меня, как я в 10-летнем возрасте сижу в позе лотоса. Вот, это я здесь. Мне здесь 9 или 10 лет. В пилотке, кстати, красной, но в футболочке, потому что галстук уже снял. И с того времени, занимаясь йогой плавно, занимался мантрами, которые нашел тогда где-то в каких-то книгах прямо решительно. По чуть-чуть рос, по чуть-чуть жил, по чуть-чуть стремился, по чуть-чуть строил. Занимался предпринимательством любым разным, рано начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 95-м году открыл первый свой бизнес, обучаясь при этом в институте. Очень много всего делал в своей жизни. В 98-м сын у меня родился, работал на разных работах, работал в медицине, работал предпринимателем, работал торговлей, ездил за границей и так далее. Обучался, постоянно читал, много всего в жизни делал. И никогда ни у кого ничего не украл. Кстати, эзотерическая школа является для меня одушиной, наверное, и возможностью поделиться каким-то элементом счастья. А почему я решил это сделать, тоже виноват Лао Цзи. В книге он написал, что на пути к вечной молодости человек должен сделать не менее 12 тысяч хороших дел. Вот я считаю для себя каждый выход и каждый мой совет, который может принести человеку счастье и радость в жизни, это мое такое проявление возможности сделать хорошее или доброе дело в жизни. Ну вот я считаю, что сегодня нас, вот 12 тысяч человек, возможно кому-то это понравится в жизни и это изменит его судьбу. Так вот я не украл ни у кого, никогда не работал напрямую в политике так, чтобы воровать, никогда не делал схемы какие-то, никогда. То есть я, можно ли сказать, что я заработал честно? Да, перед вами сидит человек, который абсолютно, 100% заработал деньги честно. И все, похвастался, да, надо продолжать. Поэтому я могу сказать, что моя эзотерика, о которой я говорю, она способна помочь человеку. При этом одни из качеств, которые есть у меня, это проявление доброты. Я обожаю свою жену, я боготворю своих детей, я нереально обожаю свою маму, я люблю своих родителей, люблю своих близких, нереально обожаю всех, кто со мной живет. Я живу ради этого, живу ради них. И зачем я это сказал? Моя тенденция, она заключается вот в чем. Для чего я создавал семью? Потому что, когда, допустим, просто есть мимолетный секс, то тогда ты переспал с женщиной, и после этого все, этой женщины нет. Ищешь другую женщину, снова мимолетный секс, и этой женщины нет. Или там раз в неделю, или даже каждый день там с разными женщинами, или там алкоголь, или еще какие-либо компоненты такой вот присутствующей радости. Сейчас вспомнить лица тех женщин, с которыми у меня были интимные отношения, во многих случаях даже невозможно. Вспомнить там каждый день, когда я выпивал там с кем-то, это были радостные моменты, это было много раз, а вспомнить могу разве только там один или два раза. Но зато я могу вспомнить, как родилась моя дочь Мария, как родилась моя дочь Анна, какая у меня была первая встреча с моей женой, как я давал ей там подарки, как мы где-то путешествовали, я смотрел на нее, любуясь. Как у меня были там рождения детей, дни рождения, как там мои дни рождения, когда близкие находились, садились на коленочки. Я помню каждое утро, когда я просыпаюсь и смотрю на свою жену, и она мне нравится. Я помню каждый день, когда я утром просыпаюсь, я рано просыпаюсь, купаюсь в душе, потом захожу, моя жена поворачивается в кровать и видит меня, улыбается, я ей улыбаюсь. Я эти дни помню, а это столько радости. Получается, совместная жизнь и вообще жизнь через душу дает огромное количество радости. Я помню закаты и восходы, когда мы путешествовали, я помню вчерашние закаты и восходы, я помню вот эти элементы, свою маму, папу, которые были хорошими, которых я обожаю по сей день, к сожалению, отец уже умер. Ничего плохого не помнится и не вспоминается, потому что эта жизнь через сердце, она так наполнила судьбу прекрасным. Я думаю, что это прямо мощная энергетика, которая помогла мне вырваться и помогла подняться, и помогла создать успех, и помогла создать удивление. Вот я разговаривал с удивительным человеком вчера, он руководитель огромного бизнеса, и говорит он мне, «А вы знаете, Андрей Андреевич, мэр одного из городов, я пришел к этому человеку, и этот человек за столом сидит, и вот как вы рассказываете, он начинает восхищаться, удивляться, хохочет, все даже не могут понять, думают, да что же это такое. А я знаю этого человека, лично знаком, знаю, чем он занимается и знаю, почему он. Это тайны, тайны успеха, тайны успешных заключаются в том, что они живут через душу. Об этом писал Серафим Саровский. Он писал негаю своею, получив через молитву, негу, получив через молитву радость Божию, негаю своей радостью Божию, исцеляю в дальнейшем людей». Понятно, то есть на что был ориентирован человек? Не на деньги он был ориентирован, не на обвинения, не на претензии к внешнему миру, а на работу над душой. Если бы мир начал работать с собой или жить через призму, жить для своей души, мир был бы прекрасным. Что мешает? Только два компонента. Это желание всем сказать, как они должны делать, то есть претензия. И второе, просто претензия, то есть оценочная претензия. Через позицию, наверное, что я имею право считать себя идеалом. А они, как там в этом фильме Киры Муратовой, три истории, последняя история или вторая история, когда Маковецкий, не знаю, как его звали, пришел к Джоре в кочегарку, и этот Джора говорит, «Я гена, а значит, я гений, а вы все, я вас презираю». То есть почему он их презирает? Потому что считает себя идеалом. Ну и вот это желание людей жить через призму своей идеальности, оно неправильное. Мир так устроен, что перед Богом люди-то равны. Поэтому, когда кто-то считает, мы русские имеем право, а что татары, а что узбеки, а что евреи, а как же они? Или мы там славяне, или мы там христиане, или мы там… Зачем это? Это же ужасно. Когда человек считает, что у него есть что-то, что делает его выше всех остальных, он глубоко ошибается. Потому что перед Богом все равны. Так, во всяком случае, я считаю. Ну тоже. Ина С. Доброго вечера. Андрей Андреевич, приветствую. Читала и слушала мантры и шумы. Сильно стали болеть ноги и чесаться у корней волос голова. Чем это можно объяснить? Сейчас время такое. Оно называется весна. Когда человек весной начинает жить, то как раз середина мая, даже не середина мая, начало мая, ну где-то с 10 числа, начинается большое выделение пуха. Помните? Тополиный пух, жара, май, июнь, ночи такие, теплые и так далее. Так вот, это время, когда у людей появляется аллергия. Как аллергия проявляется? Чешутся волосы, зудит кожа, появляется аллергия сыпь на щеках. Появляется зуд, он может быть как тело, он может быть вагинальный, даже ректальный. За счет этого может появляться глюкоза расти, за счет этого может давление, может конъюнктивит формироваться аллергического характера, плохое самочувствие, гипертония и так далее. Человек при этом читает мантры, и у него появляется такое, почему именно в этот момент. Это связано с тем, что на протяжении всего дня человек не может сконцентрироваться и сосредоточиться на ощущениях, которые есть в теле. Мы же в основной своей массе, наверное, все-таки дивергирующие существа, дивергенты своего рода. То есть не ощущаем себя, живем, не обращаем внимания, некогда нам. А когда садимся и читаем мантры, то начинаем обращать, что где-то чешется, где-то что-то болит. В этот момент, как перед сном, знаете, целый день зуб болел, нам некогда было, а потом вечером спать ложиться, а у нас зуб болит. И тут такой вопрос, он что, не болел? Он, скорее всего, болел целый день. И воспаление это было целый день, просто сосредоточиться на этом получилось только в вечернее время. Поэтому, когда человек имеет какие-то проблемы, и он начинает читать мантры, или слушать коды, или чем-то заниматься, или медитацией, то в этот момент у него могут появиться эти ощущения, и эти ощущения не всегда могут быть позитивными и положительными. Вот так я думаю. Второй вариант. В случае, если у вас происходит такой зуд, это еще может говорить о том, что вокруг находятся холодные духи, голодные духи, горячие духи и злые духи, какие инкубы, какие-нибудь элементали и так далее. Это говорит о том, что помещение может быть засорено. Почему я об этом говорю? Да, бывает такое, что находится в помещении голодный дух, или находится какая-то порча. Ну, что нужно сделать? Обвести, запечатать, почистить помещение. Помните, я же это даю на первой ступени. Занимайтесь этим. Потому что во время чтения духи голодные, они считают, что мантра, они ее слышат, и думают, что вы тот человек, который может помочь им переродиться, и стать более свободным, и более счастливым, и так далее. Поэтому и обращается к вам. Думает, что вы поможете ему перейти. Жарко мне стало. Екатерина Черношейкина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Какие практики применить, чтобы улучшить отношения в семье в моем случае? Представляете свою семью в виде всех. И представьте, будто эти все люди, они танцуют вокруг вас сертаки. Танцуют вокруг вас сертаки, взялись за плечи, обнимают друг друга. И представляете, будто они всех ходят по либо часовой стрелке, либо против часовой. Против часовой пусть ходят. При этом представьте, будто вы на них бросаете, каждого видите, каждого любите, и на них бросаете цветы желтого цвета. Таким образом, если это делать, то тогда вся семья раскрутит счастье. Мантры есть такие, которые могут сделать семью счастливой. Самая простая мантра, это мантра ваджра-сатвы. Ваджра обозначает мужскую силу, а сатва обозначает женскую. На самом деле это немножко неправда, потому что ваджра обозначает Бога, а сатва — землю. И объединение женщины при этом является производным земли, а мужчина является производным неба. И объединение мужского и женского — это ваджра и сатва. Это по-другому называется еще стослоговая мантра. Как стослоговую мантру найти? Войдите в интернет, напишите «Стослоговая мантра ваджры и сатвы». Она звучит буквально так. То есть по-другому это звучит так. Пусть объединенная женская и мужская энергия соединяются в очаг, где каждый человек друг друга обожает. И там есть слова «Ха-ха-ха, хопагаван». Каждый из нас будет святым и будет счастлив, произнося слова «Ха-ха-ха», то есть радуясь. «Ха-ха-ха» — человек говорит, когда смеется. И в конце пусть это хранится со словами «Пусть нас хранит Бог». Ом-ах-ум-ха-хо-хрим. Пусть будут Ом-бог, Ах-радость, Хо-желание исполняется. Хум-дураки исчезают из земли. Хо-это тоже желание. Хрим-денежный успех. Елена. Добрый вечер, Андрей Ильич. Почему, когда делишься фото и видео в статусах, то сильно портится настроение у себя, у всех близких? Как защитить себя? Самая простая защита — это защита ритуальная. Я ее даю в первой ступени. Если бы вы ее ставили, напишите «Андрей Дуйко ритуальная защита». Там я обучаю, как ее ставить. Это прикладывание рук. Сначала человек к сердцу прикладывает, произносит «Айм-хри-дая-на-мах». Потом четырьмя пальцами колбу — «Ом-клим-ши-раси-с-ваха». Потом большим пальцем в голове — «Ом-сакух-ши-кия-васад». Потом вот так складывают. Кстати, вот так запомните. Если сложить и произносить «Ом-кавачак-я», «Ом-кавачак-я-хум», «Ом-кавачак-я-хум». Вот эта защита обозначает убрать все помехи, которые мешают создать семью. И вот такая мантра с таким замыканием со словами «Ом-кавачак-я-хум» или «Ом-кавачак-я-кавач-я-я» могут помочь женщине быстрее замуж выйти или жениться. И мужчине тоже. Прошу вас дать мне духовное имя. Если это возможно, объясните, как отправить благодарность. назовите сумму обратитесь к любому из операторов которые здесь находятся по поводу духовного имени его могут получить исключительно те люди которые прошли мою первую ступень случае если у вас первой ступени нет то получить духовное имя у меня вы не должны я его не даю только своим ученикам других вариантов никаких спросить у операторов они объяснят что делать подскажите чем могу помочь маме от очень сильных болей в ногах практически не может ходить спасибо вам огромное за помощь для того чтобы маме вашей помочь необходимо знать диагноз то есть какой это диагноз то есть это поле нейропатия поле нейтропатия это у нее возможно там остеопатия какая-нибудь это возможно у нее там какие-то проблемы с позвоночником листа с или там протрузии или грыжа или это у нее на фоне тромба формирование тромбоза варикозного расширения вен возможно у нее там артериосклероз или у нее на фоне сахарного диабета там поле нейропатия и я не понимаю случае если это связано с суставами или суглобами если какие-нибудь магические но есть да есть код такой который в в калачакра тантри йоги которую я преподаю есть определенные коды которые называются кодами здоровья и каждый код что-то обозначает нам обозначает мне от х обозначает землю и вот считается если человек на вдохе произносит нам она выдохе тха то такой слог нам тха лечат суставы как это работает то есть добавляет в суставы землю сам сустав считается элементом земли и загрязняется он жидкостью или жидким чем-то вот слизью и конечно это не медицинское эзотерическое объяснение и для лечения используется такой вот метод а позвоночник по-другому и каждое заболевание тоже по-другому есть и ментальные методы целительства этом об этом объясняют надежда гоша андрей андреевич я ваша ученица и скоро наша анечка будет ржать в харькове посмотрите не переживать не переживать родит хорошо посмотрим кого родит покажите кого родит анечка анечка покажите мне анечку кого народе что мальчика роди да и так предполагает рамиль мамедов добрый вечер андрей андреевич научите пожалуйста как выглядит так же молода как вы в любом возрасте что для этого делать и кто в вашем понимании бог это уже два вопроса для того чтобы дело в том что старение это тело а тело которое состаривается это говорит о том что тело диктует свои условия жизни это говорит о том что человек живет по принципу где тело побеждает каким образом необходимо жить так чтобы тело не старело первый принцип находиться в состоянии баланса гармонии то есть находиться максимально в состоянии при котором плохое не до максимума раскачивается и сильно хорошая не максимально возбуждает то есть находиться в состоянии душевного баланса это первое это очень важно кстати второе обязательно помнить о том что есть принцип каждый девятый день своей жизни голодай пита пить только воду только такой принцип очень эффективен третье обязательно соблюдайте диету ешьте меньше потому что когда мы набираем вес ешьте любую еду просто будьте не ешьте много запихивая в себя не перевозбуждайтесь в момент того когда вы употребляете большое количество людей большое количество пищи следующие старайтесь максимально уменьшить количество потребления алкоголя старайтесь алкоголь пить очень редко если вы алкоголь пьете то старайтесь сделать так чтобы алкоголь был для вас другом, а это еще что такое? Дело в том, что алкоголь многие воспринимают как напиток, на самом деле я его как эзотерик воспринимаю как сому, а сома в моем понимании принадлежит богу, и когда я принимаю сому, я говорю, я принимаю сому напиток богов, часть этого напитка посвящаю богам и предкам, ну и обязательно всегда пью с пожеланиями, то есть я не пью просто так, всегда что-нибудь кому-нибудь желаю, сначала богу, потом предкам, после этого только выпиваю, желаю, если с кем-то пью, вот так, при этом для себя алкоголь я принял как систему, которую я называю партнером, то есть я делал так, алкоголь, ты для меня будешь с этого момента являться не врагом, а будешь являться моим партнером, то есть я тебя уважаю, я к тебе отношусь хорошо, мы с тобой в партнерских отношениях и обычно говорю, пусть этот алкоголь мне не мешает, ты мой партнер, я к тебе хорошо отношусь, я тебя не ругаю, поэтому я говорю, я славлю бокал с вином или я славлю бокал с виски, я посвящаю это своим родным или близким или кому-либо и пусть это даст мне ума и здоровье и счастье или даст мне молодость и выпиваю. И еще есть три принципа алкоголика, он звучит так, первый не пей сам, второе пей только с теми, кого ты знаешь и любишь, третье пей только то, от чего тебе никогда не плохо, то есть не позволяйте себе пить и еще, если ты пьешь с незнакомыми тебе людьми, не пей больше трех. Витина Надежда, мальчик, видите, хорошо, Андрей Андреевич просматриваю, значит. Что в моем понимании Бог, вы можете узнать, пройдя мою первую ступень эзотеристской школы Кайлас. Я об этом очень много рассказываю, прямо с первого дня. Переходите на мой сайт duiko.guru, он, кстати, здесь вот сейчас написан. И там есть на сайте купить первую обновленную ступень, проплачиваете, покупаете и проходите. Вот эти вопросы, которые вы задаете, скорее всего у вас они будут отсутствовать. Есть еще интересные методы, о них очень много написано. Вот методы, которые я лично использую. У меня бывают посты, когда я, допустим, просто так ничего днем не ем. Ну вот вообще. И пью водичку, но могу просто воду пить, а могу пить воду с медом. Вот вода с медом очень омолаживает. Второе. Обмывайтесь периодически лавровым листом. Заваривайте одну чайную ложку из молотого лаврового листа на один стакан воды горячей. Пейте, ой, обмывайтесь такой лавровой водой. Она очень эффективно, очень помогает и очень избавляет от тяжелых морщин. По поводу волос. Хочу сказать сегодня специально по своей, по просьбе моей жены, хочу вам показать то, от чего я просто в восторге. Вообще перестали выпадать волосы. Волосы начали расти как прутья. Прям как прутья такие растут волосы, железные. Вырвать невозможно. Это я использую шампунь. Вот она называется с экстрактом зеленого чая и алоэ. Шампунь бессульфатный. Можно на сайте мизония приобрести. И второе, к нему я использую гиалуроновую маску. Вообще космос, как мужчина. Смазываю гиалуроновой маской вот эти волосы. Она такая в тюбике и нажимаешь и там выпадает. И если волосы каждый день не хочется мыть, а вот под душем купайся. Вот этой маской я использую ее. Волосы такие красивые. Их можно укладывать. Они расчесываются. Их не нужно. Они... У меня еще и волос вьющийся такой. Его невозможно расчесать. Все волосы в разные стороны. Это просто потрясающе. И при этом я убрал пенку. Я вот этим гиалуроновым коллагеновым гелем голову себе мою утром. При этом лицо смазал. Сразу же побрился без пенки. Оно такое гладенькое. При этом гиалуронка, она влияет на кожу. Кожа лица без шелушений. Перхоть исчезла. Вообще, Соня, низкий тебе поклон, хотел сказать Дотя. Любимая жена. Ты потрясающая, что ты это все выпустил. И вот то, что мне нравится, это еще вот такая штука, которая называется... Ну, ладно. Это не ту штуку я взял. Хотел сказать, что та штука, а она не та. Называется спрей-тормозахис для волос. Это для тех, кто пользуется этими выпрямителями для волос. И там бигуди и всем остальным. Вот такая штука. Называется спрей-термозащита. Возможно, это вам интересно. Не ту коробочку взял. Лиана Саргисянна. Скажите, принесет мне достойный доход мое хобби? Будут у меня заказы, навязанные изделия, чтобы я вышла с найма. Да, будет. Хочу вам дать подсказку. Сегодня я разговаривал с одним человеком, который занимается УЗИ. Я ездил на УЗИ, будучи человеком, который в прошлом болел тяжелым заболеванием физическим, то я стараюсь один раз в год или два раза в год проводить исследования УЗИ, дабы увидеть, не развиваются ли там мои опухоли внутри моего тела, не растут ли эти кисты и так далее. Для того, чтобы спать спокойно и не предпринимать никаких мер. Вы же знаете, что человек, один раз переболевший онкологическим заболеванием, всю жизнь потом подозревает, что он им до сих пор болеет. Ну и, конечно, это дело утопающих, дело рук самих утопающих, поэтому я периодически езжу к знакомому УЗИ. Этот знакомый УЗИ потерял имущество, которое у него забрали, так как он находился на территории, которой сейчас оккупировали российские войска, и он потерял это имущество. То есть вы уже понимаете, откуда он. Он из Бахмута, то есть ему разрушили дом, его родители потеряли дом, он потерял работу, был он начальником больницы в Бахмуте главной. Там сейчас никто не живет, это полностью разрушенная земля. Не знают, чего и кого спасли, это сложный вопрос. Спасители, которые пришли на украинскую землю. Тем не менее, людей это не касается. Когда я с ним был, он говорит, вот мы сейчас все вместе приехали, уже три года живем, нас 8 человек, мы имели все в нашей жизни. И занимались бизнесом, я закончил мединститут, у меня там жена закончила мединститут, родители медики, медработники. И вот сейчас оказалось так, что мы живем 8 человек в двухкомнатной квартире. Маме на какие-то сбережения смогли купить дом, сейчас пробуем это все вместе отремонтировать. Два года пробуем отремонтировать, но не очень хорошо получается. Но настолько шикарно делает УЗИ человек, прямо мега-мега хорошо. Причем видит все и умеет это все хорошо описать. И потрясающий специалист своей области, видит то, что остальные не могут заметить. Причем еще и коммуникация хорошая, человек хороший, добрый, теплый, с ним приятно. И он очень-очень хороший человек. И видит то, что надо видеть. Вот мне нравятся такие люди. Я, будучи человеком с медицинским образованием, понимаю, что такие люди это люди ума, которые развиваются дополнительно, еще что-то ищут. И он мне говорит, Андрей Андреевич, я вот смотрю за вами и давно уже вас знаю и так далее. Но скажите, как вот мне вырваться из этого? Я в коммерческой клинике с утра до ночи работаю, но денег едва хватает, чтобы вот содержать семью. Семья большая, никто не работает, все на мне. И мне не хватает, а я с утра до ночи в пяти больницах работаю. Что мне делать вообще? Бизнесом я заниматься не умею. Я говорю, тебе не нужно заниматься бизнесом, тебе необходимо заниматься блогерством. Он говорит, да ладно. Я говорю, да, тот мир, в котором мы сейчас находимся, он изменился. И если раньше спрос порождал предложение, потом эмоция порождала спрос, то сейчас популярность порождает спрос. И сейчас быть популярным-это то же самое, что быть богатым. Поэтому вот вы вяжете что-то, вяжите так, чтобы создавать как можно больше контента. Создавайте больше контента, публикуйте этот контент, выходите, не стесняйтесь, чем бы вы ни занимались, куда-то там, в ТикТок или выходите куда-либо, делайте себя популярными, делайте себя видимыми для окружающих людей. Он говорит, ну я, наверное, не смогу. Но так у тебя никто не спрашивает. Это знаете, как в свое время люди из деревень им говорили, едь в город, потому что, помните, у Карла Маркса было сельское хозяйство, заменилось индустриализацией, люди начали заниматься индустриализацией. А теперь сфера услуг. А в сфере услуг, как бы сейчас, развивается другая тенденция. Она называется тенденцией продажи через социальные сети. А в социальных сетях тоже есть конкуренция. И более конкурентными становятся те, кто более популярный. Поэтому стремитесь к популярности в социальных сетях. Не нужно сразу продавать, потому что для того, чтобы у вас купили, вам нужно быть экспертом. Постарайтесь этому миру вначале доказать длительное время своей экспертности. Кстати, считаете ли вы меня экспертом в области эзотерики? Напишите сейчас этот комментарий. Считаете ли вы меня экспертом в области эзотерики? Помогли ли мои экспертные идеи кому-либо здесь находящихся людей возможно приобрести жилье, имущество, изменить свою жизнь или даже улучшить свое здоровье? А ведь людей, которые есть на сайте у меня, на YouTube-канале прямо очень большое количество, их где-то, ну приблизительно, сколько там сейчас, около 700 тысяч человек. Ну вот если вы считаете меня своим экспертом, то могу ли я продать что-либо? Конечно. Смотрите, как я сейчас сделаю. Смотрите. Я предлагаю вам купить у меня мои книги. Видите, вот они мои книги. Сейчас я о каждой скажу. Мантры, изменяющие жизнь человеку. Это мантры, которые не дают почему-то датсаны и не дают почему-то эзотерические школы. Вы знаете, вот я всегда смеюсь с эзотерической школы Уэй, хотя не имею права этого делать, где Аркадий Иванович Кравченко говорит о том, что он из тибетского монастыря, всю жизнь прожил в тибетском монастыре, но не дал своим ученикам ни одной тибетской мантры. Вот смотрите. Я хочу в этой книге, которая называется «Мантры», дать тибетские мантры, которые невозможно найти в интернете. То есть это настоящие тибетские мантры из настоящего тибетского монастыря. Причем такие мантры, которые имеют ярко выраженные магические силы. Допустим, мантра, прочитав которую там «Намо сарва татагатанам, куру куру муру муру коруне коруня читам, отпадая по гавати сарва пхая менасая соха», это мантра, произнеся которую 108 раз, к тебе начинают относиться, как будто ты самый любимый человек. Или «Намо ратна трая яма хидухи кисваха». Прочитав такую мантру, позвоночник не болит. Вот, предлагаю приобрести у меня мантры, часть первая «Изменяющую жизнь». Эти мантры помогут вам кардинально изменить ваш взгляд на окружающий мир, помогут привлечь вашу жизнь, любовь улучшит ваше здоровье, привлекут удачу, раскроют ваш творческий потенциал, изменят лучшую сторону ваше финансовое благополучие. Скажите, у вас появилось желание приобрести данную мантру? Ну, сразу же за вас отвечаю. Конечно, ведь я же являюсь экспертом, а как эксперт я вам уже имею право продавать. Но ведь я до этого не начал с того, что купите у меня это. Я вам начал отвечать на вопросы, что-то там. Как сказал Достоевский, слушайте, она 5 долларов стоит. Как сказал Достоевский, в глубине любого альтруизма находится жажда наживы. Это он написал в книге «Униженные оскорбленные». Помните, да, «Униженные оскорбленные» о печальной участи приемной дочери и о печальной участи обманутой своей дочки. Еще одна такая книжечка, которая называется «Заклинание Андрея Дуйко». Это специальные заклинания, которые нельзя найти в интернете. Это сделать невозможно. Эти заклинания написаны мной. Это магические слова, которые я объясняю, как это работает в своем семинаре, который называется «Построение магических символов и слов». И эти магические слова, они уже вам встречались. Допустим, «Ом я цитата Сашилая Джейбла». Помните, наверное, я когда-то сказал это на одном из семинариев. «Читайте, и будут деньги». Кстати, после этого много людей написало. Спасибо, Андрей Андреевич. Деньги появились. Вот можете приобрести. Вот такая книга, которая называется «Символы Дуйко». Где вы можете увидеть вот такие символы, которые были изображены мной и даны мной. Скажу честно, некоторые символы были взяты мной из индуизма, из определенных моих знаний, которые связаны с индуизмом и обучением, а также сделаны на основе тибетских религиозных символов, определенных, которые тоже были взяты мной и имеют свое начало в буддизме. Являюсь ли я буддистом? Послушайте, все символы, христианские, и символы буддистские, и символы индуистские, и еще какие-либо символы, они, несмотря на свою принадлежность, работают с людьми. Несмотря ни на что. Людям хочется говорить, да они же буддистские, или они христиане, не имеет значения. Вообще. Не имеет значения. Если символы есть, и они имеют магическое значение, то хоть кем будь, мусульманином, будь кем хочешь, все равно приложишь, все равно начнешь читать, или не будешь читать, все равно действовать будет. Итак, книга, которая называется «Доктрина бизнеса». Здесь я не даю эзотерику, наверное, а даю свой вывод по поводу того, как же все-таки человека, не имеющего ничего, начинать заниматься бизнесом, и быть успешным в бизнесе. Почему я решил ее сделать? Ну, как говорит моя жена, я являюсь владельцем заводов газет-пароходов, поэтому, как человек, достигший достаточно больших высот при ведении бизнеса, имеющий свой завод, и имеющий ни один бизнес в своей жизни, имею право на то, чтобы ворнякать по поводу того, как же все-таки правильно делать бизнес и делать его интересным. Книга, которая называется «Триста выводов» или «Триста три совета счастливой жизни» на что похоже? На нейролингвистическое программирование, потому что «Триста три» выглядит как СОС, поэтому для многих людей это может принести пользу, потому что такие выводы, они перевоспитывают нас, открывают совершенно другой формат восприятия. мои книги, которые называются «Введение в эзотерику школы Кайлас», этих книг много сейчас, это тома книг, они достаточно толстые, вот такие, это «Введение в эзотерику» первая часть, «Введение в эзотерику» вторая часть, «Введение в эзотерику» вторая часть, «Введение в эзотерику» третья часть, это разные книги, можете ознакомиться с этими книгами на моем сайте. Вот такие книжки-малышки, моя любимая книга это магия любви и моя любимая книга которая называется магия денег где вы сможете получить информацию о эзотерических методах объединения семьи как влюбить себя и привлечь деньги построить магнит денег и так далее ну и моя художественная книга который называется в от жарное сердце если бы если бы 100 тысяч человек купила бы у меня эту книгу то я на сегодняшний день издал бы еще одну а так как их покупают я же издал в своем издательстве школа кайлас а если свое издательство то она может продавать только через себя поэтому купите у меня мои книги это поможет меня в дальнейшем мотивировать для того чтобы я издал новые если у меня новые книги конечно есть но вы же знаете что необходимо напечатать большом тираже для того чтобы напечатать большом тираже необходимо четко понимать что это кому-то нужно поэтому если вам это нужно приобретайте покупайте книги в бумажном виде поможете мне и тем самым ускорить и процесс написания мной новых книг и публикации новых книг переезжает ли в високосный год в новый дом да так что закончим как бы тему она звучит так старайтесь делать себя популярным становитесь экспертом и таким образом сможете вырваться из нищеты и займа ольга загороднюк сейчас в индии идет деньба за например спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подскажите, что предпринимать, чтобы подрядчики не тормозили строительство? Ничего не сможете предпринимать, у них это связано с большим количеством людей, ну никак вообще, не морочите голову себе. Просто есть у них деньги, они тратят, нет денег, не тратят. А так, чтобы если вы будете им помогать, то вы изменяете им жизнь. Для того, чтобы им помогать, надо, чтобы они платили за такую помощь. Нет. Есть ли какой-либо способ узнать, кто украл деньги? Да, есть такой способ. Необходимо представить, будто вы видите каждого человека, который присутствовал рядом, и тот человек, который будет светиться, представляете человека, закрываете глаза, если человек светится серым, он украл деньги. У меня была такая ситуация на морском курсе, положили сумку с деньгами, а там люди сдали деньги, нам необходимо за аренду заплатить, необходимо заплатить за продукты и так далее. Суммы небольшие. И сумку украла женщина. При этом она вышла, я сразу увидел, что это она украла. И я говорю, а кто украл фильм? Нет, никто не видел, никто не видел. Потом, когда все разошлись, я пошел за этой женщиной и говорю, смотри, ты ее мне верни, потому что я знаю, что это ты у меня ее забрала. Просто сделай так, как будто ее нечаянно нашли. Хорошо, она, нет, я не брала. Я говорю, сделай, как я тебе говорю. После этого она ушла и говорит, выходит сумка и говорит, ура, я нашла сумку. Скажите, пожалуйста, утренняя роса имеет эзотерическое значение, можно ли ее как-то использовать? Да, утренней росой лечат витилиго и утренней росой, собирают утром росу, лечат псориаз. Утренняя роса это то, что может человеку помочь. В действительности утренняя роса это очень хорошее средство при лечении кожных заболеваний. В утренней росе молодость, ее и пить можно. Лилия Тарасова, очень переживаю за результат по машине. Директор заправки просит не писать с адвокатом никакого письма. Очень затягивает ответ, будет новое или починят они эту. Нанимайте адвоката, пусть он давит как можно быстрее, тогда смогут решить ваш вопрос. А как же Индия? А что Индия? А где Индия? Чуть не увидел этого письма по Индии. Начал его читать, куда оно исчезло, не знаю. Там вы написали по поводу Индии. Читают в Индии за Украину и чтобы Украина, у нее было там счастье и так далее. Ну так а я при чем зайчики? Ну читают и читают. Какой ко мне вопрос? Помогает? Не знаю. Смогут ли? Не знаю. Хотите вы помочь? Помогите. Хотите дать туда денег? Дайте. Я каким боком к этому всему? Я ничего не знаю. Ну читают и читают. Супер. Хотели, чтобы я сказал об этом вслух, чтобы туда перешли люди и дали денег туда? Вот говорю вслух, хотите передать денег? Передайте. Ну какой вопрос мой? Мне поставили диагноз шизофрении. Скажите, какие БАДы нужно принимать, чтобы выздороветь? Необходимо принимать лекарственные препараты, которые назначают в клинике. Там аминозин, циклодол, что там сейчас назначают? Какие принимать препараты моей компании? Можно постараться или попробовать принимать препараты ЛЛС по одной чайной ложке 3 раза в день на стакан воды. И абсантин по 2 таблетки 3 раза в день 90 дней. Таня, а как быть молодым мужчиной, у которых не складываются отношения с девушками? У меня очень высокий красивый сын, девушки вьются вокруг, а от отношений дело не доходит. Не заморачивайтесь, нет ни одного мужчины, который со временем не встретил бы любимую женщину и не женился бы на ней или не начал. Нету такого, все в порядке. Поэтому он, он поэтому и выбирает. Почему выбирает? Ну потому что мужчине понравится, это должно там много синхронизироваться. Мужчина же должен себе кого-то посадить на шею. И он четко понимает, что это ответственность еще. Вы же понимаете, что ну вот хорошо там найти, жениться и так далее. А содержать? А кормить? Это же потом служить этой женщине нужно и так далее. И это все сложно. А так встретиться, тут там без вас это все делается. Не морочьте голову ни себе, ни сыну. Вы нашли повод для того, чтобы переживать? Хочу вам сказать на 100%, что ваши переживания, они напрасны. Сын хочет заняться бизнесом, каким думает? Подскажите, каким лучше? Не отвечаю на такие вопросы. Во-первых, я не знаю вашего сына. Во-вторых, кто вы? Тоже непонятно. Ученик моей школы, не ученик. Так вы меня используете. Расскажите, зачем я должен сказать? Какую задачу? И зачем я должен просматривать? Я скажу. А так, мой сын, кто ваш сын? Кто вы вообще? Что вы мне спрашиваете? Я не хочу. Андрей Андреевич, бытует мнение, что при обряде крещения обрываются родовые ветви и род уже не может влиять. Помогать человеку и человек становится полностью зависим от эгрегора, христианства, ваше мнение. Смотрите, когда крестят человека, то это выглядит приблизительно следующим образом. На человеке ставят плюсики. Вообще обряд крещения, он не негативный. Просто знайте это. Обряд крещения, он злу не служит. Не служит. Когда ставят плюсики на ножках, обозначает пусть идет всегда, пусть все дороги будут открыты. На пупике пусть здоровье будет. На ручках пусть работает, пусть получается, пусть получается брать и пусть получается отдавать. А почему крестики? Плюсики. Итак, я хочу в этом мире что-то, чтобы ко мне плюсовалось. Ну и вот этот обряд елеем ставят плюсики. Плюсики, плюсики. Ставят плюсики, а когда царя водворяют на царствие, то ставят ему еще на лобики плюсик. Поняли? Хорошо бы, что вы зеленкой. Все видели. Чем больше у человека корона, тем больше он похож на шута. Елена, добрый вечер, Андрей Андреевич. Почему? Не морочьте себе голову с этим. Не морочьте себе голову с этим. Не ищите виновных в том, что вы прошли раскрещивание, закрещивание и так далее. Человек кузнец своей судьбы. Знаете, глупо было бы заниматься эзотерикой, если бы я не знал, что человек кузнец своей судьбы. Найти возможность. Я занимаюсь эзотерикой как? Я ищу виновных в том, что мне плохо. Ищу виновных, кто виноват. Я идеальная такая, но у меня все плохо. Мужа нет, дети со мной не хотят общаться. Ну, потому что ты какашка. Потому что утром скривленное лицо, к миру скривленное лицо, к миру претензий, к детям претензий, к себе претензий. Ну, так как тебе давать, если всего нет? Если от лица до внутреннего состояния все отталкивается. Это плохо, это плохо, это плохо. Эти плохие, эти плохие, это плохо, это плохо. Этот не такой, а ты не такой, а ты не такой. Ну, так а зачем что-то давать такое? Литвинова Наталья, я в замешательстве. А, у нас уже 19-13. Я в замешательстве, буквально не понимаю, куда дальше. Фокус отсутствует, уже не знаю, что я такое, куда двигаться, чтобы спасти себя, помочь ребенку. Направьте, первая ступень школы Экалас. Проходите мою первую ступень школы Экалас, она бесплатная, разберетесь 100% себе. Как же вы правы, Андрей Андреевич, все, чему вы учите, путь частью. Спасибо. Чем могу помочь? А, ответил. Ага, ответил, ответил, ответил. Ответил за хобби. Ответил. Ага. Ольга Загороднюк. Сейчас в Индии идет молебен за Украину. Что вы можете по этому поводу сказать? А все могу сказать. Идет молебен. Молятся люди. Молодцы, что молятся. В России ведут молебен, чтобы Украина проиграла. И чтобы ее захватили русские. Чтобы потом сказали, украинцев никогда не было. Все украинцы едьте куда-нибудь в Тюмень. Теперь вы русские. Тоже знаете. Спросите у бурятов, насколько они русские. Или у чеченцев. Как чеченцы с бурятами живут. Вот знаете, чеченцы с бурятами без России бы не выжили. Да что вы говорите. Татары с бурятами бы не выжили без России. Да ладно. О чем это вы? Из Украины, в ней живут украинцев 80%. Русские как-то мирились с собой. Но пришли русские, хотят это все забрать. Поломать, сделать вот такие города, как Мариуполь и Бахмут. Все разрушить, знаете, это считается очень хорошо. И они молятся за то, чтобы это произошло. Какая чепуха. А в украинской церкви молятся за то, чтобы те проиграли. Это война. Те молятся за Украину. А где-то молятся еще кто-то за кого-то. Это право людей молиться. Потому что высшие силы, по их мнению, могут помочь. Поможет ли это? Ну да, конечно. Как это помогает обычно? Там, где есть больше доброты, то и помогает. Жду шампуни-маск. Ура! Ом шаная намаха. Скажите, пожалуйста, после мая продолжать читать мантру? Ом шаная намаха. Нет, уже можно читать мантру. Ом... Можно читать мантру, о которой я говорил. Ом намахшивая. Ом намона махшивая. Уже эту нужно после мая читать. Вы так стильно выглядите. Весна. Скажите, за что наказывают бесплодием? Бесплодием наказывают за то, что ненавидят отца или ненавидят деда. И это обычно делается так. Если бабушка ненавидела деда или отца, если одновременно внучка ненавидела отца и дочка, то вот три ненависти трех кланов женщин наказывают бесплодием. Понятно. Что убирает? Есть у меня вторая ступень. Там я рассказываю о том, как это убирается. Одни и те же вопросы. Выйти замуж, быть богатым. Конечно. Подскажите ваше мнение. Правда ли, что на радовицу усопшие ждут нас именно в этот день? Нет, я не знаю. Я не думаю, что это так буквально, что кто-то кого-то ждет именно там на радовицу или там на эти кучки и так далее. Но то, что есть такой обряд, конечно, хорошо. Это возможность помянуть тех людей, которые жили ради вас. Кто эти люди, которые были вашими родными? Вы должны знать, плохими они были или хорошими, но они жили ради вас. Если вы здоровые, ни одноногие, ни одноглазые, если у вас в жизни все хорошо, да даже если плохо, вы все равно живы. И они в этом участвовали. То есть они ваш корень. Знаете, корни иногда надо поливать. Поэтому вот такие поливы корня, периодически вспоминая об этих людях только хорошо, вы помогаете, наверное, будущему своему поколению и своим семьям. В эзотерике так и есть. Женщина в жизни тоже не будет одинока. Обязательно появится мужчина в жизни, да. Я вдова 6 лет, так и не встречу хорошего мужа для жизни. Надеюсь, я не буду одна. Пусть у вас будет мужчина. И большое спасибо, друзья. Все, о чем я сказал сегодня, все это можно приобрести по ссылке, связавшись с операторами, контакты которых опубликованы здесь. Допустим, вначале я сказал, что можно приобрести вот такой талисман, железный талисман, бусина дзы из железа, из астероидного железа. Или вот такая защитная, защитный железный талисман тибетский, который называется коготь. И первый, а второй можно приобрести напрямую, заказав его у моих операторов. Они скажут, куда платить деньги. Точно так же вы можете этим же операторам сказать, что вы хотите приобрести крем, который называется шампунь для волос, бессульфатный, с алоэ и зеленым чаем, для того, чтобы волосы были как у меня. Или приобрести книги, о которых я сказал, можете тоже, свяжавшись напрямую с операторами, или написав им по тем номерам телефона, которые сейчас указаны сверху во время проведения данного вебинара. Надеюсь, данный вебинар был вам интересен. А скажите, какие бы хотели вы рассмотреть в следующем вебинаре вопросы, которые посвящены эзотерике или, возможно, какой-либо вашей жизни. Напишите обязательно это в комментарии. Напишите в комментарии, как вы связаны со школой после окончания этого вебинара. Возможно, у вас есть какой-нибудь вопрос, который вы бы могли написать сейчас в комментарии после окончания данного вебинара. И большое спасибо за соучастие, огромное спасибо.